Мы уже привыкли, что следующим президентом США будет Дональд Трамп. 8 ноября состоялись выборы, на которых Трамп победил. Но напомню вам, что формально президента США избирает коллегия выборщиков. И этот акт состоится завтра. Теоретически могут избрать и Клинтон. Смотрите авторский комментарий Михаила Леонтьева. Продолжение следует... Коллегия выборщиков США – это система двухступенчатых выборов президента и вице-президента, утвержденная Конвентом в сентябре 1787 года. Выборщики от каждого штата должны голосовать единым блоком за кандидата, победившего в данном штате. И, естественно, все они принадлежат к победившей в этом штате партии. Поступать так их обязывает политическая традиция, а не закон. Федеральной нормы на этот счет не существует. В 24 штатах отступники – так именуются взбунтовавшиеся выборщики, наказуемы по закону, ни разу не применявшемуся. В 21 штате никаких таких законов нет. Только в двух голоса отступников аннулируются. За всю историю США насчитывается 129 отступников, из которых 71 отступились от умерших кандидатов. Есть единственный случай солидарного отступничества. В 1836 году виргинская делегация проголосовала против победившего вице-президента-демократа Ричарда Ментера Джонсона, который открыто признавал свою связь с собственной рабыней Джулией. Забавно, что нынешние агитаторы против Трампа апеллируют именно к этому прецеденту, намекая на сомнительный моральный облик Трампа, которого обвиняли в якобы приставаниях к женщинам. Нас выгнали из Вестпойнта, мистер Эд Баттлер. Не принимают ни в одной порядочной семье в Чарльстоне, даже в собственной. Нынешняя кампания по обработке республиканских выборщиков носит беспрецедентный характер. Созданы организации, занимающиеся агитацией и сбором средств, бомбардирующие выборщиков десятками тысяч электронных писем. Пока один выборщик-республиканец из Техаса Крис Супрун открыто отказался голосовать за Трампа. Издание «Политику» ссылается на гарвардского профессора Лессига, утверждающего, что от Трампа могут отступиться 20 выборщиков-республиканцев. Еще раз, шансов снести Трампа через бунт выборщиков практически нет. Но нынешнее политическое противостояние, явно не заканчившееся днем выборов, грозит крепко расшатать политическую систему Америки, которая никогда, пожалуй, со времен гражданской войны не была так сильно поляризована. «Америка – разделенная нация». Тут обычно ссылаются на сложившееся разделение синих и красных штатов, традиционно голосующих соответственно за демократов и республиканцев. Все гораздо серьезнее, утверждает Колин Вударт, чью сенсационную работу цитировала «Вашингтон пост» еще в 2013 году. США, цитирует «Вашингтон пост», разделены на отдельные государства нации со своими доминирующими культурами, объясняющими электоральные и поведенческие предпочтения и характерные системы ценностей. Как пишет Вударт, границы 11 американских наций отражены на самых разных картах, включая карты, показывающие распространение языковых диалектов, культурных артефактов, преобладание различных религиозных конфессий и даже карты разбивки по тому, как голосовали те или иные округа во времена всех напряженных президентских выборов в американской истории. К примеру, Новая Голландия, Нью-Йорк в первую очередь. Со времени основания – центр глобальной торговли и исторические области, принимавшие большую часть преследуемых в других странах. Янки-дом, основанный пуританами. Это северо-восточные штаты и промышленный Средний Запад, где жители склонны к государственному регулированию и ценят общественное благо. Мидлендс – так называемый «ржавый пояс». От территории квакеров на запад через Айову плюралистичен и ориентирован на ценности среднего класса. Здесь государственное вмешательство не приветствуется, а этническая частота имеет мало значения. Глубокий юг – Дикси. Общее название южных штатов. Все еще сохраняют свои корни в кастовой системе, установленной рабовладельцами. Ценят права штатов и борются с вмешательством федеральных властей. Великий Апалач – от Западной Вирджинии до Севера Техаса. Потомки ирландских, английских, шотландских поселенцев. Ценят личную свободу, к аристократам с юга и интеллектуалам Янки относятся с презрением. Новая Франция. Вокруг Нью-Орлеана – одна из самых толерантных на всем континенте. Необычайно терпима ко всем расовым, сексуальным и прочим меньшинствам. И благосклонна к государственному регулированию. Вывод. Никогда не было Америки, а всегда было несколько Америк. И сегодня их 11. 11 государств – это не сильно легче, чем 15 советских республик. Лет за пять до распада Союза мало кто мог помыслить о таком исходе. Один из отцов-основателей Америки, Александр Гамильтон, обосновывая преимущества ныне действующей системы выборщиков, писал. Особенно желательно максимально сузить возможности для буйства и беспорядков. Это зло отнюдь не последнее, которого следует опасаться при выборах должностного лица, которому надлежит играть столь важную роль во власти, как президент Соединенных Штатов. Выбор нескольких в промежуточную коллегию выборщиков потрясет общество куда меньше необычными или бурными конвульсиями, чем выбор одного, который сам по себе будет объектом общественных желаний. Александр Гамильтон, 1788 год. Особенно забавно, что нынешние инициативники, склоняющие выборщиков к необычным и бурным конвульсиям, называют себя группой Гамильтон. Напомним, если кто позабыл, что буйство советских перестройщиков тоже начиналось с призывом к возвращению к идеям отца-основателя и истинным идеалам социализма. Неожиданная антисистемная победа Трампа – это на самом деле спасение для американской политической системы. Победа Гамильтона, продолжая аналогию, означала бы приход Черненко, то есть полный отказ системы от какого-либо реагирования на внешние вызовы. Но и миссия, на которую подписался Трамп, чревата огромными рисками. Если еще до начала его президентства его противники показывают готовность к весьма необычным и бурным конвульсиям. Однако, до свидания.